Музыка Меня зовут Татьяна. Я проживаю в городе Кривом Роге. У меня двое детей, две дочери. Старшая девочка учится, в этом году поступила в политехнические техники. Младшая Алина зовут, старшая Виктория. Младшая Алина учится в пятом классе. Я вдова. У меня муж умер три года назад. Умер муж, мы остались вдвоем с детьми. Работая дворник, зарплата дворника 1300. В 2015 году, в 2015 году, когда проходили в очередной раз медосмотр, в общем, флорограмма показала, что у меня есть пятной. Я никогда в жизни не думала, что меня постигнет какая-то болезнь. Для меня туберкулез, значит, смерть. Ну, это сразу и вот. А если я умру, кому надо будет мои дети, там, детон? Ну, в общем, доходила вообще до такого, что мне было желание взять, вот так всех ложить спать, включить газ. В проекте «Весейт» надав нам экспертную организовав навчание и методичный сухарь для нашего колонка, закупив сучасное обладание для диагностики туберкульцев, что дозволяет нам швидко, мы, значит, упродолжение одного дня, какие из пациентов будут ликуваться дома, беспечнее, а каким, кстати, потребна госпитализация. Да, мне предложили вот лечение на дом. То есть, что у меня будет приезжать медсестра. То, что мы работаем, новая модель, это стационарный дом. То есть, те люди, которые в войне или заразные формы туберкулеза, но у них нету, с ними не проживая дома детей, беременных женщин, людей, у которых есть заболевания, которые снижают именитет. Это может быть сахарный дом, язвенная болезнь желудка, они принимают гормональные препараты, онкозаболевания у них, может быть, да. Я уже не говорю за ВИЧ-заболевания, да, и состояние, которое снижают. И таких людей нету. Он может лечиться дома, если у него есть условия, да, и рядом живущий с ним, жена, мама, родители не против, чтобы он жил. И они будут как-то... И такая служба приезжает, медицинская сестра ежедневно. Татьяна была идеальной пациенткой, она додерживалась инфекционного контроля, принимала четко таблетки, при мене выпивала. Два месяца она пролечилась, и потом сдала в она анализы, и, как она перестала представлять опасность для окружающих, их привели и не в тот кабинет, а в амбулаторию. Меня перевели в 8-й у нас, в 8-й больнице, в тот кабинет. То есть я отхожу сама. Я хожу сама, мне не надо не ездить. Я хожу, мне даже и прекрасно. Я иду утром, я свежим воздухом подышу, прогуляюся. То есть там тоже я получаю каждый раз, каждый день таблетки. Ну, в общем, так. До апреля месяца я сейчас буду получать каждый день. Я хожу, каждый день получаю мед. Мы благодарим нашим американским партнерам за то, что они принесли не только технологии диагностики, но и так же и другие принципы, проповеду, и другие принципы для лечения, которые, конечно, нам будут вруховываться в развитие системы охраны здоровья в целом, и в частинстве лечения по пропулеозу, зокрема. Проекты, которые существовали много лет, которые дальше продолжают существовать в Украине за поддержку американского уряда, для нас их важливыми, как элемент технической помощи, который помогает нам формировать новые подходы для диагностики и лечения. Я верю в то, что я буду жить, чтобы все будет хорошо. Даже я второй раз говорю, мне дочки говорят, ну, мама, ну, перестань, все будет хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok